всем привет мои хорошие и с вами я Светлана Ата и сегодняшнем видео я отвечу на ваши вопросы но прежде чем начать отвечать на вопросы я хочу рассказать немножко о себе тому и тем кто впервые зашел на мой канал и ничего обо мне не знает я Светлана Ата проживаю в Турции в городе Мерсине Мерсин находится на побережье Средиземного моря недалеко от Алании и Анталии сама я родом из Грузии из Батуми родилась и выросла в городе Батуми а родители у меня украинцы сюда я вышла значит Мерсине как я очутилась я вышла замуж браке около четвертый год и значит у меня двое детей трое внуков ну а как я зарабатываю на жизнь в Мерсине вы можете узнать если подпишетесь на мой инстаграм ссылочка будет под видео и как я вообще здесь живу на какие гроши но естественно я вышла замуж мне муж обеспечивает но работаю я удалю на работе по интернету ну так вот друзья мои сейчас я одену свои очки из которых я не вижу и приступим к ответам значит вы можете задавать свои вопросы в рубрике специально у меня вот смотрите в сообществе вопрос-ответ такая рубрика и я на ваши вопросы постепенно отвечу значит и первый вопрос который задала мне на Илья Ас Светлана здравствуйте у меня вопрос ваш муж платит алименты своей бывшей жене да мой муж платит алименты своей бывшей жене значит у моего мужа двое детей старший уже двадцатый год младшему сыну где-то будет 16 лет и он должен платить значит дочери он уже не платит потому что до 18 лет и если она не поступит в высшее учебное заведение то он обязан платить что касается сына он тоже ему должен до 18 лет платить алименты и его поступит в высшее учебное заведение то он обязан ему платить алименты по окончании этого института университета Но алименты он платит ещё и своей бывшей жене. То есть он платит сейчас алименты бывшей жене и сыну. Значит, ей он должен платить до тех пор, пока она не выйдет замуж. Но она, мне кажется, даже не думает выйти замуж. Ну, так вот, мой муж будет всю жизнь ей платить алименты. Так, значит, Светочка, привет, расскажи, если это возможно, кем работает твой муж? Спрашивает Елена Шацкая. Елена, мой муж сейчас не работает. Как я рассказывала вам в прошлых видео, он раньше работал на заводе Паша Бахча. Есть такой бренд очень известный в Турции, не только Турции, но и за пределами его. Он занимается джами, то есть стеклом, так если перевести, красивой посудой. Делают большие, в общем, вы, наверное, слышали, очень красивая посуда. И стекла занимался когда-то на протяжении 22 лет, кажется, если память не изменяет, мой муж. И он уже, это очень вредная была работа, так как постоянно возле печей, со станками он работал. И поэтому он работал день и ночь, без выходных даже, как рассказывал. И в Турции, ну, по истечению какого-то срока, то есть по заработке, на пенсию выходит, когда зарабатываешь определенное количество часов. И вот он уже их заработал, и когда мы переехали сюда, в Мерсин, ему пришлось уволиться с той работы, и он начал заниматься своей пенсией. Полтора года мы ждали ее результатов и наконец-то получили. Вот с августа месяца он стал пенсионером, молодым пенсионером. Так, значит, Злата спрашивает меня, какие разногласия у вас с мужем, есть ли недопонимания или запреты на что-то, кто кого ревнует. Какие разногласия у вас с мужем? Вы знаете, что перед тем, как мы познакомились друг с другом и посмотрели на друг друга, я, как уже сказала, я ему объяснила то, что я хочу видеть в своем муже, и он мне изъяснил то, что он хочет видеть в своей жене. После этого мы никогда не возвращаемся к этим вопросам. Мы обговорили много вопросов, но он мне единственное попросил, что когда мы поженимся, чтобы я изменила стиль одежды. У меня был раньше более открытый, да, было декольте открыто, и короткую, ну, юбку, выше колен я могла там себе позволить иногда, иногда одеть, понимаете. И все, мне кажется, вот стиль одежды вот чуть-чуть поменять, да, так, потому что я понимаю там, что я выхожу замуж за мной, или Сульман, ему должно быть приятно от того, что я нахожусь рядом с ним. Поэтому мы это все обсудили, я сказала, да, мам, пожалуйста, тогда весь мой гардероб я собираю в чемодан и отправляю на родину к моей дочери. Ты мне все покупаешь новое. Так оно и было. Я все шмотки свои отправила. Я приехала сюда с вообще, с парой вещами, которые можно было одеть без проблем. Но в основном весь мой гардероб я отправила, то есть я избавилась от всех своих вещей, старых, новых, таких, и у меня весь новый обновленный гардероб. Так, и есть ли недопонимание? У меня нет недопонимания с мужем. Вы знаете, что я когда вот даже иногда смотрю, все, вот сколько мы четвертый год знаем друг друга, да, и я думаю, ну, где же вот его минус? Да, я его минусы потом знаю, но они-то настолько, мой муж храпит ночью. Это ему, мне кажется, большой самый минус. Остальное это для меня не минусы. Мы стараемся найти компромисс. Даже первый раз мы с ними не ссорились, а вот от такого депрессивного состояния, что я бездействовала, не могла ничего делать, не могу найти себе работу туда-сюда. У меня был такой невроз, и у меня была такая истерика. Я знаете, что мне стеснялась даже показать его здесь. Я просто зашла в комнату и плакала, понимаете, плакала то, что я не могу заработать деньги и отправить их своей семье, то есть им помочь. В принципе, я только ради них живу и работаю, потому что мне ничего не надо за таким мужем. Но моим детям и моей семье очень надо. Допустим, сейчас не так надо, потому что помогает очень свекровь, моей дочке очень помогает. Но в будущем я очень много планов у меня на внуков и на всё. Мне нужно зарабатывать, во-первых, и смотреть на данный момент мою мамочку, потому что на её пенсию очень тяжело. И сына, в общем, везде это, всех, всех, всех надо смотреть, всем надо помогать. И как я могу, так и стараюсь. И поэтому вот у меня было такое, что я закрылась в комнату, начала плакать. Знаете, плакала, 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 плакала. И вдруг я этот, смотрю, он ушёл, он вышел просто и вернулся вечером. И когда мы пришли, он что-то не стал разговаривать со мной. Да, у меня уже всё это выплакалось, прошло. И на второй день я ему говорю, что случилось? Смотрю, он какой-то обиженный, нет, чтобы я-то, в принципе, его ничего. Он говорит, ты так больше не делай, потому что мне очень плохо, я страдаю, когда ты плачешь. А я сказала, а ты так больше не делай и не обижайся на меня. Ты должен меня посадить и сказать, Светлана, вот так вот не делай и всё. И вот после этого мы все решаем вопросы так. То есть было такое, да, пару раз, когда он там, допустим, что-то ему не нравится, он никогда не скажет, не начнёт ругаться ничего, ни голос не повышит. Он просто вот так вот, ну я вижу чувство, что он поменялся настроение. Я так, знаете, что я первая, я очень поумнела вот в браке с ним, хотя я раньше была очень противная, наверное, по себе. Но я развиваю себя и воспитываю как-то. И я подошла и говорю, так, что тебе опять не нравится? Он говорит, ничего. Я говорю, я же чувствую, что ты не в настроении. Ну вот так вот, так вот, хорошо, я поняла, больше я так не сделаю. И на этом у нас заканчивается всё. Потом мы начинаем смеяться, веселиться. Мы вообще с ним постоянно веселимся и смеёмся. Но почему? Потому что я неправильно говорю на турецком слова. Да, они в переводе получаются очень смешно, они по теме. И мы постоянно целый день хохочем. Так, есть ли запреты на что-то? Запреты на что-то у меня что? Не одевать декольте, не открывать своё, как говорится, своё тело много. А остальное мне, я сама понимаю, как себя вести надо, когда и с друзьями, как надо себя вести и с родителями. И как вообще надо себя вести. Единственное, знаете, что, расскажу вам один случай, ну у нас вот в Грузии, когда ты, допустим, знакомишься или встречаешь своего знакомого, нужно поцеловать щёчку обязательно. Кто-то приехал из Грузии, мы были в Люльбургазе, жили, и родственник моей дочки, ну он поцеловал мне щёчку. Ну я смотрю потом, мой муж ничего не сказал, а потом вечером сказал. Вот так, вот так. Я говорю, у нас такие правила. Ну, говорит, у нас так нельзя делать, потому что, говорит, целовать может тебя только я и мой отец, мои родители. Я говорю, я всё поняла, и я потом как-то так старалась избегать. А вы знаете, что, а его друзья самые, даже Али, вот это когда приезжает к нам, он вечно идёт целоваться. Так я уже так стараюсь избегать, подставляю лоб. Вот так вот же они здороваются. Два раза нужно прикоснуться лбами. Вот уже я так делаю. И мой муж, кстати, уже кто приезжает в мои, поехал в Грузию, короче, начал целоваться, научился уже. Понимаете? Всё, как говорится, приходит с опытом. Ну вот он мне один раз сказал, что ты можешь поцеловать только меня, моего отца, и всё. Там, мам, я сказала, хорошо, я всё поняла. Больше этого не повторится. Ну я так и делаю. Так, значит, кто кого ревнует? Вы знаете, что кто кого ревнует, у нас нету ревности, потому что мы уверенные в друг друге, уверенные в себе люди. Нам не 15 лет. Мы уже взрослые люди. Допустим, я знаю, как вести себя. Допустим, если мы находимся в ресторане, и я, если я вышла замуж в 45 лет, в таком немолодом возрасте, то нафиг мне нужен другой кто-то и смотреть, и вызывать на ревность. Я только всё внимание уделяю своему мужу. Другие мужчины для меня не существуют. Понимаете? Я, если только посмотрю так, вот мимолетом, но когда он где-то, где-то мы вместе с ним, мы друг с друга ни глаз не отрываем. И он тоже самое, я так наблюдала, он тоже в обществе, в компании, когда мы, допустим, попадаем вон сквозь, из-под лоби, так вот даже не смотрят на других женщин, настолько вот он такой мне преданный, мой аж кым. Ну, просто глупо. Мы никого не ревнуем, мы знаем, он уже и проверил меня, как говорится, и всё. Так что ревновать нету повода, мы не даём повод. Так, ну вот на вопросы Златы я вроде бы ответила. Значит, Аса пишет мне, Светочка, расскажите о своей семье, где вы родились. Очень интересно, вы сказали, украинская грузинка, живы ли родители, кто у вас ещё есть, брат, сестра, как отнеслись к вашему замужеству. Так, моя хорошая Аса. Я рассказывала много раз, что мои родители приехали с Украины. Мама Сумской области, отец Сварашиловградской области. Они приехали давно, давно в Грузию к сестре отца. И так и остались здесь жить. У моих родителей было пять детей. К сожалению, мою маму, не знаю, очень сильная женщина. Она потеряла четверо детей, четыре дочки. Я пятая. И поэтому я для неё всё в этой жизни, вы сами понимаете. Да, это самое маленькое. У нас три месяца. Не хочу сейчас о плохом, но скажу уже. Вот в Грузии похоронили. Остальные три сестрички у меня похоронены на Украине. И так мама моя и осталась. Потом у меня так получилось, что мой отец женился второй раз, и родилась моя сестричка Оксаночка, которая живёт сейчас на Украине. И знаете, как вот мы с Оксаной не виделись, представляете, очень много лет, да. Вот я даже выставляла фотографии. То есть мы, знаете, как с ней. Она меня нашла, я её помню в детстве, когда родители, мой отец женился здесь, в Батуми, потом переехал с новой семьёй на Украину. И я помню её очень маленькой. И вдруг вот через несколько лет спустя она меня нашла. Нашла её сестра по матери. Нашла её родная сестра меня, и мы с ней после этого общаемся. Она очень много мне как-то помогала. И благодаря ей я получила права даже. Она мне в тот момент помогала всё. Я никогда не забуду её, и мы с ней общаемся, поддерживаем отношения. Она на Украине. И вот я надеюсь, что с Божьей помощью она в следующий год приедет ко мне в гости. И, в общем, а так у меня вот сестричка по отцу есть, родная Оксаночка. Живы ли родители? Да. Отец наш умер, и Оксана дала ему слово отцу перед перед смертью, что она найдёт меня и заменит меня отца. Хотя она младше меня, но она такая боевая, такая умная. Мне сейчас говорю, и у меня мурашки аж по телу. Есть у меня братик или сестра. Я рассказала, как отнеслись к вашему замужеству. Ну, как отнеслись, моя сестра всегда рада за меня. Я уже рассказала, что моя мама, конечно, очень переживала, когда я ей рассказала, что я должна была вернуться. Мы не спали всю ночь, проплакали. Конечно, ей тяжело, потому что я у неё единственная дочка, которая вот так вот выжила, как говорится. И она дочью тоже со мной очень много мучилась, потому что дети умирали, моих родителей из-за резус конфликта. Тогда была медицина не на таком уровне развита, поэтому была такая проблема. И вот я единственная вот у неё выжила. И сейчас, представляете, на старости лет она осталась одна, но она не одна. Вот я каждый день с ней на связи. Ну, что делать? Скажите мне, что-то в этой жизни надо терять, чтобы что-то приобрести, ведь я стараюсь ради них. И дочка сейчас рядом с ней. Мне кажется, моя мамочка не скучает с тремя правнуками. Так, Татьяна, вы супер, где жизнь дороже, в Турции или Батуми? Вы знаете, что я думаю, вот я, когда пожила здесь, поехала в Батуми и подумала, что в Батуми очень всё дорого. Сейчас перевожу лиры в лары, то есть то, что у нас стоит 10 лир, в Грузии в 20 лир. И я смотрю, что здесь в Турции жить намного дешевле. Смотря что сигареты и алкоголь, конечно, там дешевле, но остальное и мясо там дешевле. А всё остальное, жизнь здесь, мне кажется, дешевле. Ну, я не считаю электроэнергии. Вот, кстати, вот сегодня пришёл чек у нас. Мы до этого платили 230. Так, сейчас у нас вот стоит вот такая вот, мой муж поставил в моём кабинете такой, как кондиционер и намотала 500 лир в этом месяце. Но это первый раз такое в жизни. Я не знаю, почему. Я вчера вот разговаривала с моими друзьями, подписчиками, они встретили на улице, спрашивали меня про уровень, сколько надо. Вот я им сказала, где-то 230. Да, кстати, к сожалению, это неправда. Вот в этом месяце, наверное, вот 500 лир. Но мы постоянно, я до пяти часов сижу, электрическая плитка, мой муж там сидит, включает, я здесь работаю. Но вот такие вот дела мои хорошие. Мне кажется, что здесь жить намного дешевле. Света, привет! Смотрю тебя недавно. Может быть, где-то что-то пропустила. Знаю, что у тебя двое детей. Дочку видела и внуков. Сына нет и не поняла, что с папой твоих детей. Сын у меня живёт с отцом. Он жил с моей мамой, но уже взрослой, как понимаете. И когда я приехала на заработки, моей маме сложновато. Она у меня больной человек, гипертоник, нервничает за всё. Всё принимает близко к сердцу. И поэтому мой сын иногда приходил не вовремя домой. Это была такая проблема. Ну, как-то до 12, а она уже в это время и мы решили всей семьёй, что лучше он, пока она заработает, пока я же зарабатываю ради моего сына, он перешёл к отцу. Там он живёт с родителями моего бывшего мужа, ну, бывшая свекруха и свёкра. В общем, под контролем. Они живут недалеко от меня. И сейчас папа моих детей очень помогает. Ну, дочки мои. Как моя мама даже говорит, рассказывает, что он говорит, лучше, чем моя дочка смотрит за детьми. Даже и памперсы, и моет, и купает. Потому что моя дочка сейчас начала работать. У неё и ночные смены. И вот он приходит, укладывает, помогает.